Зеленка не закроется, почти в один голос утверждают продавцы. Несмотря на то, что сегодня их в десятки раз больше, чем покупателей. Стоянки полупустые и элитных машин практически нет. Сейчас, если и завозят автомобили, то только малолитражные, такие как Тойота Витс и Ноут. Сейчас народ не привык по этим ценам покупать машины. Это как было 98-е, как 2008-е был. Для того, что привык, нужно годик-полтора. Привыкнут и то же самое, заполнится стоянка. Ну, я говорю, не в таком объеме заполнится и будет покупать машины. Потому что, если сел на Японку, кроме масла менять и бензин заливать, ничего не надо делать. Ну, не попадать в аварию еще. Кризис затянулся, рубль не крепнет. Оттого и цены на иномарки не перестают кусаться. Зимой прошлого года буквально за месяц стоимость всех машин на авторынке подскочила на 20%. Уже конец 2015-го опослабления все нет, как и нет на рынке продаж. Чтобы не упустить своего клиента, некоторые продавцы даже остаются здесь ночевать. Но такие меры прибыли не приносят. Без камер бизнесмены признаются, для них зеленка – это, увы, не единственный источник дохода. Кому-то приходится подрабатывать в такси и даже на карете скорой помощи. Везут экстрейлы, прадики, но очень мало. Потому что, если Прада, скажем, продавался свежий Прада, 150-й кузов, миллион пятьсот. Сейчас цена два сто, грубо говоря. Ну, два миллиона, вот так вот. То есть разница очень существенная. Но все же для тех, кто считает машину не роскошь ее средством передвижения, можно найти варианты. От 150 до 400 тысяч рублей с пробегом по России и без. Автомобильный портал Приморья составил список самых актуальных предложений. Так, в сегменте малолитражек беспробежная Toyota Passon обойдется в 360 тысяч. Машина классом и объемом двигателя повыше – порядка полумиллиона. Ну а более статусные автомобили уже большинству покупателей не по карману. Поэтому основной акцент делается на иномарках непредставительского класса. Кроме открытого авторынка, в Приморье не так давно появился альтернативный способ купли-продажи автомобиля – местные аукционы. Но в условиях конкуренции между долларом и рублем завлечь покупателя даже новым проектом достаточно сложно. И это стало очевидно после недавних торгов. Из 55 машин, выставленных на продажу, купили только три автомобиля. Здесь формируется наиболее адекватная цена на рынке. Потому что, ну, не секрет, что те автомобили, которые продаются сейчас в большинстве своем, да, ну, цены, скажем, несколько завышены. И даже если брать, оценивать наш регион и, например, западную часть России, то цены могут разниться там в сотни, даже тысяч рублей. Мы стараемся сделать этот процесс наиболее открытым, наиболее понятным и наиболее доступным. Но если к аукционам людям еще предстоит привыкнуть, то с зеленым углом весь Дальний Восток связан уже не один десяток лет. Сегодня зеленка – это город в городе. Здесь в гостиницах живут туристы, есть точки питания, импортный алкоголь на любой вкус. И в случае, если рынок все-таки закроется, то сотни людей окажутся на улице. Зеленый угол – это не только авторынок, это огромный микрорайон в несколько гектаров земли, которые принадлежат различным структурам. Это и Министерство обороны, и муниципалитет. И, возможно, уже через пять лет эти земли начнут осваивать по-новому. Здесь появится жилой микрорайон с домами и торговыми центрами. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.